Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время местное» в студии Андрея Симоненко. Предлагаю вашему вниманию обзор городских и других событий. В начале выпуска коротко о его темах. Ровно год назад на Ямале был введен режим повышенной готовности. Благодаря спонсорской помощи ямальского филиала «Газпромтранс» городская больница получила анализатор для проведения тестов. Город Лабытнанги планирует стать участником конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сегодня 70-летний юбилей отмечает почетный гражданин города Лабытнанги Любовь Владимировна Сокаль. Молодежный центр завершил акцию «Большая помощь маленькому другу». 16 марта 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе был введен режим повышенной готовности. Тогда с подозрением на коронавирус в лечебных учреждениях Ямала находились 16 пациентов. В условиях самоизоляции – 137 человек. С самого начала пандемии разворачивали дополнительные койки, организовывали обсерваторы, информировали граждан на мерах предосторожности, обеспечивали больницы всем необходимым. Организация тотального тестирования позволила выявлять коронавирус ямальцев на ранних стадиях. За весь период пандемии проведено около полутора миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Осуществляется лабораторное обследование на COVID-19 в 15 лабораториях государственных медицинских организаций, а также в пяти лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии, его филиалах и четырех частных медицинских организациях. Организованы мобильные пункты для тестирования на территории крупных аэропортов региона. В прошлом году в округ поступило несколько сотен аппаратов ИВЛ. Они закупались как за счет окружного бюджета, так и поставлялись как спонсорская помощь компании ТЭК. Сейчас медучреждения округа укомплектованы аппаратами ИВЛ сверхплана. Закуплены, поставлены медицинские организации, введены в эксплуатацию 9 компьютерных томографов, 6 рентгенаппаратов, 12 автомобилей скорой медицинской помощи. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова организовано обеспечение пациентов СОРВИ наборами лекарственных препаратов. Каждый пятый ямалец получил такой набор. В условиях пандемии актуальным стало развитие дистанционных методов диагностики лечения. Получили серьезное развитие колл-центры, волонтерские движения. Глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков сообщил, что в пиковый период вся медицинская система была переориентирована на борьбу с новым опасным вирусом. Именно пандемия научила нас развиваться с учетом постоянно меняющихся обстоятельств. Мы научились максимально быстро принимать решения во благо сохранения здоровья наших граждан. И рады, что сейчас медперсонал наконец сможет немного выдохнуть. Основные планы на 2021 год – проведение вакцинации населения Ямала от новой коронавирусной инфекции. Это единственный в настоящее время метод защиты. На Ямале этот процесс налажен. Сейчас дневная численность заразившихся коронавирусом находится на стабильно низком уровне. Однако режим повышенной готовности сохраняется. И предполагает некоторые ограничения, в том числе масочный режим и социальную дистанцию. Лабутанцы переживали коронавирусный год наравне со всеми. Горожане следили за новостями, находились на самоизоляции и работали удаленно. Болели и выздоравливали. Надеялись, что будет все хорошо и ждали, когда пандемия закончится. Как этот год вы пережили под эгидой пандемии? Пережил с трудностями, конечно, но в основном хорошо. На работе очень сказалось. У меня работа творческая. К сожалению, все планы, которые были у меня поставлены, не выполнены. Но сейчас стараемся компенсировать все. Во-первых, мы переболели с детьми. Не все, правда, я со средней дочерью, а свекровь, с младшей не переболели. Хотя находились в одной квартире. Болели тяжело. Ну, вообще неприятно все это заболевание. Хотелось бы, чтобы все это закончилось скорее. Мы сняли маски, друг другу улыбались. Легко, поскольку 21 век, век технологий. И мы, современные дети, привыкли к технологиям и легче пережили. Дистанционное обучение дается не так просто, но мы стараемся, да. Знаете ли. Плюс это новый опыт как раз для будущего, когда условия могут происходить еще хуже. Знаете, экология, это все очень тяжело. И мы чаще будем находиться на дистанционном обучении. Не болели? Нет, не болело. Прививки сделала, все было хорошо. Выполняла указания, маски, перчатки. Вначале, конечно, мы были очень напуганы. Когда вот первые месяцы, когда самоизоляция, вот это все. Напуганы были. Ну, потом немножечко как бы привыкли, что ли. Соблюдали это все. Сейчас делали, вся семья прививки поделали. Вроде бы как успокоились. Все вместе, всем народом пережили. Дальше будем жить, как Бог даст. О победе над коронавирусом говорить еще рано. Всем не стоит расслабляться. И нужно продолжать быть готовыми к неблагоприятным обстоятельствам. Благодаря спонсорской помощи ямальского филиала общества «Газпромтранс» городская больница для клиника диагностической лаборатории получила анализатор для проведения тестов на коронавирус и другие вирусы. Его рабочая мощность до 100 исследований в день. Подробнее обо всем Светлана Кель. Утро в клинико-диагностической лаборатории начинается с доставки проб на COVID-19. Уровень защищенности максимальный. Как правило, используется двойная-тройная упаковка. То есть сам эпидорф должен быть подписан. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Это обязательно. В среднем специалисты в день проводят больше сотни исследований на коронавирус. Период пандемии доходило до 650. Тогда лаборатория работала в режиме 24 на 7. Ресурс единственного анализатора был ограничен тремя сотнями определений. Результатов тестирования людям приходилось ожидать по несколько дней. Сегодня проблему с диагностической мощностью больницы решило новое оборудование. Пробы, которые поступили нам сегодня на исследование, проходят несколько циклов отмывки, сушка при высоких температур, для чего и нужен твердотельный термостат, центрифугирование, встряхивание. И только после этого происходит потом, когда экстракция ДНК произошла, мы загружаем наш аппарат непосредственно проведения амплификации. Полимеразная цепная реакция, проще говоря, ПЦР, процесс сложный. Исследования проводятся на уровне ДНК. Биолог Ольга Ячанова помещает вам аппликатор «Два десятка проб». На выявление вируса умной технике понадобится не больше трех часов. Вся информация в режиме онлайн отображается в компьютерной программе. Точность результата – 99,9%. Исследуется очень много инфекций в нашей лаборатории. И просто существуют качественные и количественные реакции. Мы ковид делаем качественно, то есть определяем, есть РНК вируса у данного пациента или нет. А кроме того, мы проводим диагностику ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. Вот там уже проводится количественное определение. Диагностический парк лаборатории пополнился не без помощи добрых людей. Анализатор, а плюс к нему и весь комплект вспомогательного оборудования – подарок от ямальского филиала общества «Газпромтранс». Стоит отметить, что это предприятие – давний друг городской больницы, который всегда готов оказать материальную поддержку в сложный для медиков период. Светлана Кель, Эдуард Сахаров, программа «Время местное». Город Лабытнанги планирует стать участником всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Под проектом поднимается комплекс мероприятий по благоустройству одной или нескольких территорий общественного пользования муниципальных образований за счет федерального гранта. Какой именно – решат сами горожане. Две минуты потраченного времени и Юлия считает себя сопричастной к будущему города, его развитию и благоустройству. Девушка уверена – ее мнение будет учтено. Я как представитель молодого поколения не смогла остаться в стороне и приняла участие по формированию комфортной городской среды. Я не планирую покидать город Лабытнанги, так как здесь находятся мои родные и хочу, чтобы с каждым годом все краше и краше становилось само город. Мимо бокса для голосования не прошла и Ольга Слепцова, горячий патриот своего города. Я сегодня проголосовала и считаю, что каждый гражданин это должен сделать, выразить свое мнение. Я проголосовала за Бульвар Победы. Я хочу, чтобы именно эта территория благоустроилась. 28 января на заседании общественной комиссии по реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на территории города Лабытнанги было принято решение вновь принять участие во всероссийском конкурсе «Создание лучших проектов комфортной городской среды». Мы уже принимали участие, однако не теряем надежды и готовы с новыми силами войти в конкурс. Всероссийский конкурс уже получил статус традиционного. Его главная цель – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, каких именно выбирают сами жители, унося свои предложения. Планы благоустройства принимаются от поселений, численность которых не превышает 100 тысяч человек. Если мы одержим победу в конкурсе, то будет реализован проект, поданный на конкурс. Бюджет конкурса до 80 миллионов рублей. Сейчас главным критерием конкурса является активное участие жителей города в выборе общественной территории, наполнении общественной территории. Голосование стартовало 15 марта. Боксы для сбора предложений установлены в администрации города, в спортивном комплексе «Полярный», в Доме культуры «30 лет победы» и в приемной местного отделения партии «Единая Россия». Сбор предложений продлится до 28 марта. Не оставайтесь в стороне от благого дела. Ирина Волокитина, Сергей Антропов, программа «Время местное». Сегодня 70-летний юбилей отмечает почетный гражданин города Лабыт-Нангей Любовь Владимировна Сокаль. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель нашего знаменитого танцевального коллектива «Палитра». За свою творческую деятельность Любовь Владимировна поставила множество хореографических номеров, воспитала сотни учеников, многие из которых стали профессиональными хореографами. В Лабыт-Нанге Любовь Владимировна приехала в 1997 году и уже через месяц основала ансамбль «Палитра». За короткое время коллектив приобрел необычайную популярность и покорил сердца жителей. Неиссякаемая энергия, профессионализм и трудолюбие – эти качества сделали Любовь Владимировну гордостью и почетным гражданином нашего города. Здравствуй, мой дорогой город. Вот я и проехала. Первые 70 километров. Надеюсь, что впереди меня ждет такая же интересная и разнообразная половина жизни, ой, половина пути, которые я проехала. Дорогой мой любимый дом культуры, спасибо за шары, за цветы, за поздравления. Я так этого ждала. Это так здорово было. Спасибо, дорогие коллеги. Дорогая моя «Палитра», Леночка, Наташенька, все дети и родители, спасибо вам за звонки бесконечные сегодня, за эти многочисленные цветы, за вашу любовь, уважение и преданность. Я вас очень люблю. И вы помните, кто не горит, тот коптит, да здравствует пламя жизни. На протяжении всех лет существования коллектива «Палитра» его солисты неоднократно завоевывали звания дипломантов и лауреатов на региональных, окружных, всероссийских и международных конкурсах-фестивалях. За время работы Любови Сакаль Лабытнанги стали называть танцующим городом, и в этом ее несомненная заслуга. В 2016 году образцовый танцевальный коллектив «Палитра» был удостоен статуса губернаторский коллектив. Сегодня Всемирный день социальной работы. Защита, помощь и поддержка – ключевые слова для всех, кто трудится в этой сфере. С заботой обо всех, кто в этом нуждается, выступают социальные работники. О них речь пойдет в следующем репортаже. Надежда Петровна на улицу совсем не выходит. Она инвалид по зрению. Поэтому единственные ее собеседники – социальный работник и медсестра, которые посещают ее регулярно. Причем некоторые заходят по долгу службы порядка десятка лет. Поэтому общаются уже не только в рамках должностных обязанностей, а по душевной потребности. Дочки мои, я так их и называю. Солнышко пришло, дочка пришла. Обо всем. Обо всем дочкой хочу узнать. Как их на здоровье, как их на детки, как они, где они. Самый младший подопечный Любови Куртуковой – 58 лет. Самый старший – 91 год. Каждый из них нуждается во внимании и общении, независимо от возраста. В первую очередь помощь, что мы оказываем. Вот именно помощь надо показывать. Особенно одиноких. Не у всех же есть дети и внуки. Александра Ивановне 82 года. Насколько позволяют силы, хлопотать по дому старается самостоятельно. Но и соцработников ей никто не заменит. Продукты-то носят, мусор вынесут, помоют. Друг раз, то другое. Когда я сама мою, когда что. Как что могут, все помогут. Никогда не отказываются. Всегда девчата хорошие все. Маргарита около года заботится о людях почтенного возраста. На ее попечении 10 человек. Каждому уделяет внимание. Я знаю, что такое пожилый человек. У меня у самой бабушка была лежачая. Поэтому для меня это не проблема. Помогать людям. И тем более все бабушки очень хорошие. 90 человек золотых лет находятся под вниманием 11 социальных работников Лабытнанского центра социального обслуживания населения. Каждый из них окружен заботой, чувствует внимание ставших уже близкими людей. Молодежный центр завершил акцию «Большая помощь маленькому другу». Начались постройки собачьих будок. А сегодня ребята мастерили скворечник. Такая помощь братьям нашим меньшим уместна всегда. Особенно в год добра. Репортаж Анастасии Шеховцовой. 15 марта волонтеры собрались для еще одного доброго дела. Скворечник мастерили в первый раз. Интуитивно и без подсказок. Сами пытались разобраться в строении дома для птичек. Работа началась с подготовки деталей. Их обработки наждачной бумагой, чтобы они имели гладкую поверхность. Сейчас мы обрабатываем нижнюю часть кормушки. Потом остается сделать еще пару деталей. И кормушка будет готова к установке. Наша съемочная группа тоже принимала в этом участие. Ведь если совершать добрые дела, то делать это вместе. Обработав детали, перешли к сборке конструкции. Далее оставалось собрать последнюю стенку с отверстием для входа птиц внутрь. И вот кормушка готова. После ее изготовления мы совместно с волонтерами повесили домик для птиц в центре города и не забыли насыпать еды, чтобы пернатые не голодали. Этим и закончилась акция «Большая помощь маленькому другу». Мы решили поставить точку вот таким вот скворечником. Наши волонтеры сделали этот скворечник. Потому что маленький друг – это не только собачка или кошечка. Это еще и птички есть. Также хочется поблагодарить всех людей, которые приняли участие в этой акции. Это юных волонтеров с ЕМК. Это просто обычных людей. И, конечно, отдельное спасибо я хотела сказать Хуснидину Парпиеву. Это предприниматель. Он дал нам около 200 килограмм мяса для фонда защиты дороги домой. Мы были очень удивлены. Мы не ожидали такой помощи от него. Огромное ему спасибо. Он всегда участвует в наших таких благодворительных акциях. Вот. Огромное ему спасибо. Акция закончилась. Но год добра продолжается. Ведь впереди еще много добрых дел. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Это была последняя информация выпуска. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. В студии работал Андрей Симоненко. От имени всего коллектива благодарю вас за внимание. Все наши новости, а также официальные и проверенные информации доступны в интернете на сайте lbtv.ru, в группах ЛТВ, во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте, будьте в курсе событий. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»